Привет всем выжившим! И сегодня посмотрим на такую игру как Crossout, которая разрабатывалась совместно с Gaijin и такой компанией как Targum Games. Если кто не знает, Targum Games это такая компания, которая явила на свет такие проекты как Symbiont, Magia войны, Ex-Machina, ну и конечно же Дневной Дозор. На самом деле из этого всего я играл только в магию войны, и даже тогда я понимал насколько это ужасная стратегия. А про некоторые другие игры и проекты этой компании даже и говорить не хочется. Главный офис этой компании базируется в Екатеринбурге, и на самом деле если говорить про Crossout, то это не первая их попытка сделать сессионный проект. Был еще и Star Conflict, который переживает довольно тяжелое время, учитывая средний онлайн в 270-300 человек. Тут даже никакое обновление не спасет игру. Сам же Crossout охватил гораздо большую аудиторию. В принципе оно и понятно, учитывая популярность вселенной Безумного Макса, да и российскому потребителю атмосфера Crossoutа более понятна. Хотя с атмосферой здесь все действительно сложно. Ведь если вначале мы увидели аналог вселенной Mad Max, то сейчас здесь летают всякие ховеры, стреляют из лазеров, стреляют из плазмометов. И да, то атмосферы уже нет. Все дело в том, что родителем Crossoutа является экс-машина. По сути единственная успешная игра от Targum Games, поэтому отчасти они цепляются за эту вселенную, этот сюжет, ну и саму концепцию игры. Хотя и стоит признать, что разработчики прислушиваются периодически к своему комьюнити, что-то водят, что-то нерфят, что-то апают. Чаще всего этим заканчивается, но бывает и глобальное обновление. Добавляют новую фракцию, переделывают полностью систему урона, что бывало уже не раз. Но в общем стоит похвалить их за то, что они не бросают свой проект и продолжают им заниматься. Хотя если есть деньги, то почему нет? Да и разработчики уже анонсировали и сейчас разрабатывают новую фракцию, которая выйдет скорее всего в ближайшее время. Помимо с этим мы конечно же увидим довольно много рекламы, которая будет подаваться вместе с обновлением. Ну а там где реклама, там и будет приток новых игроков. Само собой, конечно же вернутся и старые игроки, которые захотят посмотреть на новые обновления, новую фракцию, новые детали. Ну и поэтому по многому в Красауте онлайн такой скачкообразный. Многим, несмотря на развитие геймплей, приелся, другие же добились всего чего можно и купили все, что они хотели. Ну и тем самым они уже не видят смысла играть дальше. Хотя как по мне, однообразность в сессионных играх это вполне обычное явление. Хотя если вы считаете как-то иначе, то пишите в комментариях. Если же говорить о плюсах и минусах и о том, что бесит именно меня, то это пожалуй система очков мощи и жизни вашего крафта. Дело в том, что каждое оружие имеет свой запас здоровья и свое количество очков мощи. Ну и конечно же в погоне за эффективностью, нагромождая свой автомобиль броней и оружием, вы неминуемо скорее всего превратите его похожим на утюг, либо на кирпич. Хотя можно поступить иначе, спрятав оружие внутрь. Например, как это можно сделать с дронами и турелями. Хотя само собой, большая эффективность достигается путем уменьшения брони, ну и добавлением нового оружия с генераторами, с новыми модулями, ну и прочим. Ну и конечно же похожая механика была у нас в Арбокрафте, если не сказать точно такая же. А за что отдельно хочется похвалить игру и отметить, так это за ее рынок, ведь каждый лот тут выставляется живым игроком. Соответственно мы можем видеть, как кто-то пытается спекулировать на тех или иных обновлениях, что действительно довольно интересно. И конечно же я заработал примерно так же, скупив краски, декора и после акции продав в 3 раза дороже. Подводя итоги, хочется сказать, что у Красава все же получилось занять довольно интересную игровую нишу, что-то вроде несерьезного мира танков, War Thunder, где ты можешь зайти после работы на 3-4 минуты, отыграть пару боев и забыть про игру. И с этими задачами, как по мне, она справляется вполне неплохо. Ну а вы пишите в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайки и да, пока-пока, до скорого.